Вокруг строительства главного храма столицы Урала разгорелся конфликт с провоцированной группой активистов. История конфликта в нашем материале. В сквере у театра драмы в самом центре Екатеринбурга разгорелись нешуточные страсти. Площадка, где к 300-летию города в 2023 году планируется построить кафедральный собор Святой Екатерины, стала точкой напряжения. В понедельник здесь прошла несанкционированная акция группы активистов, которые называют себя защитниками сквера. Довольно быстро они сбросили с себя маску благопристойности. Мирное выражение позиций и хороводы постепенно переросли в открытую агрессию. Участники акции сломали забор, установленный подрядчиком, и начали провоцировать охранников. В ситуацию вмешались спортсмены, которые оттеснили смысьянов. В числе защитников проекта строительства храма оказался известный боец смешанных единоборств Иван Штырков. Мы прекрасно знаем, что законная территория для постройки храма уже отдана под застройку. И когда люди ведутся подобным образом, они должны, наверное, нести наказание. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев во вторник предложил свое посредничество в урегулировании конфликта. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас – организовать прямой разговор с двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Ситуацию прокомментировала Екатеринбургская митрополия, которая призвала верующих ответить на агрессию молитвой. Располагая сведениями о спланированности акции и разжигании определенными силами противостояния по поводу строительства храма, модерирование протеста в ходе акции и подстрекательство молодых людей к противоправным действиям, призываем горожан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Отметим, начавшиеся работы по строительству собора Святой Екатерины ведутся строго в соответствии с действующим законодательством. Митрополии напомнили, что еще осенью 2018 года градостроительный совет при главе региона принял окончательное решение о выборе места под строительство собора. После завершения всех юридических процедур было выдано разрешение. 28 апреля к территории будущего главного городского храма прошел пасхальный крестный ход и состоялось освещение места строительства с участием более 20 тысяч человек. Проект поддержали известные музыканты и актеры, в том числе Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Владимир Шахрин. Митрополии подчеркивают, что проект предусматривает увеличение площади зеленых насаждений, зоны для прогулок и отдыха, благоустройства зоны отдыха для горожан и площадки для проведения массовых мероприятий. А в самом соборе расположатся концертные залы, музей, библиотека, помещения для занятий с детьми и семьями. Алексей Соседов, Екатерина Аркалова, Игорь Переплетов, Телеканал Спас. Кому же мешает собор в центре Екатеринбурга? Об этом поговорим с тележурналистом Борисом Костенко. Борис Игоревич, здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами. Кому не дает покоя строительство нового храма? Я знаю, кому, но его имя здесь произносить грешно. Вы догадываетесь. Вообще, вокруг строительства храмов, беспорядки, как правильно было сказано в соответствующем документе Митрополии, модерированы, они инспирированы во многом, как правило, инспирированы. Это что, первый раз? Нет, это не первый раз. Это используется для организации любых протестных выступлений. Если мы видим, что в данном случае есть полная симфония, как правильно ударение стоит, между властью и церковным сообществом, включая иерархию и мирян, если все сделано по закону, значит, нужно устроить провокацию, добиться, главное добиться, чтобы была кровушка, любая. А дальше уже начинаются механизмы, которые мы читаем в соответствующих разработках, так или иначе относящимся к технологиям цветных революций. Ничего нового. А если еще этих людей немножко стимулировать, ну мы, как бы, у нас нет данных, мы не будем на это говорить. Но что бы я хотел сказать, вот в данном конкретном случае, это не Москва, это Екатеринбург. Город, известный своими антиклирикальными, скажем так, традициями. Я это сам наблюдал и видел и ощущал, когда несколько раз был на съемках в Екатеринбурге и на крестном ходу, и особенно в храме на Крови. Особенное такое место для всех православных. Все время царская тема вызывала там традиционное сопротивление. Традиционно. И сейчас вызывает. И когда произошел конфликт, известный с Ельцин-центром, когда на государственные деньги было сделано вот то, что там было сделано, которое так, опять-таки, будем корректными, искажает, это мягко сказать, искажает отечественную историю, меняя там иногда черное с белым, или это тоже есть. И вот тех людей, которых поставили на место, и которым указали, что они там сделали, у них же энергии куда-то надо ее девать. И я не исключаю, что это одни и те же люди, которые поддерживали, или фан-клубом являются так называемого Ельцин-центра, они нашли повод, чтобы заявить о себе. Больше ничего. Вот мы сейчас узнаем досконально, что сейчас происходит в Екатеринбурге, потом обязательно вернемся к разговору. У нас там работает корреспондент Серафим Сашлеев, он сегодня общался и со сторонниками строительства храма, и с противниками. Давайте его послушаем. Серафим, здравствуй, тебе слово. Привет, Алена, здравствуйте, дорогие телезрители. Мы находимся в центре Екатеринбурга, на сквере у театра драмы, где вот уже больше суток происходят столкновения, что ли, может быть, баталии, активные дебаты. Людей, которые за строительство храма великомученицы Екатерины, который планируется построить именно на этом сквере, вот в той части за забором, который стоял здесь еще полчаса назад, сейчас его уже снесли. И людьми, которые против и тоже довольно активно высказывают свою позицию на этот счет. Мы поговорили с некоторыми из них, давайте сейчас их послушаем и потом вернемся сюда же. Я за сквер, за то, чтобы сквер сохранился и продолжал радовать нас. Одно из немногих мест, в котором чувствуешь себя по-особенному и так прекрасно. Я человек, который атеист, также у нас светское государство, Российская Федерация, как нам всем известно. И количество храмов у нас и так очень большое, количество храмов увеличивается так постоянно. Я считаю, что это место непригодно для строения храма. Здесь очень много зданий красивых, и храм будет только портить обстановку. Здесь это место людей, это место строилось за счет этих людей, которые сейчас вышли, а не за счет РПЦ и каких-то храмов. У меня четыре сына, вот вашего примерно возраста есть. Вот посмотрите, вам обязательно... Вы не верующие, вы знаете, что храмов много, а я верующий, я туда хожу. Мои дети ходят, мои друзья ходят, моя семья ходит. Я вам скажу, храмы переполнены, храмов не хватает. Я считаю, что поднять людей на такого рода митинг достаточно просто, потому что им говорят об ограничении общественного пространства, в котором они свободно передвигаются. До этого занимались тут скейтом, гоняли на великах и так далее. Это не так, потому что тот проект, который был представлен, он как раз показывает, что все общественное пространство, оно сохранится. И оно будет сделано для людей и еще больше даже развернуто к жителям. Это восстановление исторической справедливости, я так считаю. И 200 лет в этом городе храм стоял. Это был один из главных храмов нашего города, храм Святой Екатерины. Если хотели у фонтана там поставить, против были на воде, против были. Сейчас уже сюда пришли и здесь против все идут. А почему Екатеринбург без основного храма будет? Восстановление Екатеринского собора – это дело совести, это дело памяти, это дело традиции. И те люди, которые в этом городе родились и жили, как минимум им это важно, как городскую традицию. Потому что это было в городе, это никто-то не придумал, никто-то, я не знаю, не навязал нам. Это решение наших предков. Вот если мы чувствуем связь, я чувствую связь с теми, кто здесь жил до нас. Городу 300 лет будет. Серафим, ты в эфире? Почти. Серафим, тебе слово. Да, Алена, спасибо. Мы продолжаем. Вообще атмосфера такая довольно волнительная. Много людей, которые пришли с таким довольно радикальным настроением. Но кто-то просто пришел посмотреть, что здесь происходит. Есть люди с семьями, с детьми, много молодежи, но и людей другого возраста. И сейчас нам хотелось бы разобраться, все-таки, что здесь происходит, попытаться услышать хотя бы один голос более четко и задать некоторые вопросы руководителю информационного отдела Екатеринбургской епархии. А про теорию Максиму Миняйло. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Ефим. Добрый день. Батюшка, скажите, пожалуйста, что здесь происходит? Почему так много людей сегодня скандируют какие-то лозунги? В связи с тем, что разрешение на строительство храма было выдано, то начались работы по возведению храма Святой Екатерины. Работы, естественно, начали с организации пространства стройки. И для этого поставили забор. Ну, понятно, почему, чтобы в том числе и эти строительные работы не причинили никому физического какого-нибудь увечья, не дай бог. И вот этот забор и начало стройки у части наших горожан, которые здесь присутствуют, с которыми мы с вами сегодня общаемся, вызвало протест и негативную реакцию. Почему? Потому что часть наших горожан не желают, во-первых, дополнительно еще один храм видеть в этом месте. Считают, хотя многие не ходят в храм, совсем ни в какой, но считают, что храмов слишком много. Потому что в обозримом здесь, вот в непосредственной близости, через реку есть храм на Коровье, есть Златоуст. Но наша задача сегодня, и вот об этом мы говорим с нашими горожанами, с теми, кто в том числе здесь, что кафедральный собор – это главный собор города. Батюшка, в такой обстановке, простите, можно вообще возводить храм? Да, значит, я думаю, что обстановка будет меняться, потому что вот как сегодня я пришел, послушал какие-то претензии, замечания, недовольства. Но мы будем приходить больше и больше, и мы будем рассказывать больше и больше. Потому что некоторые из тех, кто здесь присутствует, они даже не представляют, что такое кафедральный собор. Но, по крайней мере, если человек не является религиозным, то с культурологической точки зрения, я считаю, что как человек, живущий в России, он обязан это знать. А наша с вами задача, в том числе и священников, об этом людям рассказать. Потому что, ну, никто не претестует в центре Вены стоящего Стефан дома или там в центре кафедрального собора в Праге. И всем понятно, жителям европейских столиц, что кафедральный собор не может строиться где-нибудь в куличках. Батюшка, одна из главных претензий – пострадает сквер. Так это или нет? Да, сквер пострадает частично. И, конечно, мы не можем обманывать и оскорблять интеллект людей, которые прекрасно понимают, что стройка занимает часть сквера. Но эти потери, они будут минимизированы. Как? Во-первых, часть деревьев, она пойдет под пересадку. В частности, храмы на Крови и площадки около него будут пересажены яблони, которые имеют особую ценность. Территория, которая под пятно застройки попадает, конечно, там не может вместе быть с храмом дерево. Но плотность озеленения здесь возрастет за счет, в том числе, и качества. Потому что Краснокнижные и другие очень редкие деревья, кустарники, будут высажены не только в этой зоне. И о чем, кстати, дорогие мои собеседники не все знают, вплоть до Макаровского моста будет применено такое очень серьезное озеленение и благоустройство. Затратное очень и очень эффективное. И, кстати, в разработке проекта этого озеленения губернатор нашей области Евгений Владимирович Куйвышев сегодня предложил поучаствовать организаторам сегодняшней акции. Так называемому сообществу, которое вот как раз зародеет зоопарки и за скверы. Батюшка, ситуация может изменить? Ситуация поправимая, с озеленением поправимая. Храм, который здесь будет возведен, он продолжит оставаться общественной территорией. Это знает любой человек, который хоть иногда заходит в храм. Здесь есть бесплатная библиотека, есть конференц-зал, есть другие секции для, в том числе, детей, которые живут, жители окрестных домов. А пространство, которое вокруг будет благоустроено, здесь будут сохранены и танцы латиноамериканские, которые проходят и сегодня. И мы в контакте с группой вот этих общественников. Здесь ребята катаются на скейтбордах, на велосипедах. То есть те, кто говорили о том, что придется здесь тихо себя вести, не танцевать, не гулять. Здесь все для них будет сделано. И я даже пообещал тем людям, которые привозят сюда колонки-веселители, для того, чтобы собираться на этой площади, что я куплю им эти колонки, попрошу людей, найду, и эти колонки будут храниться в храме, чтобы их не возить сюда. То есть мы с этими людьми вступим в такое серьезное сотрудничество, для того, чтобы их интересы ни в коем случае не пострадали. Последний, батюшка. То есть есть все основания для того, чтобы общественное мнение изменилось? Безусловно, потому что общественное мнение меняется, когда появляется больше информации. Но и когда мы видим друг друга, вот мы встречаемся сейчас с теми людьми, которые даже, может быть, негативно настроены, но они понимают, они смотрят мне в глаза, они понимают, что я никакого зла личного им не хочу. Но также не хочет тот, кто хочет построить этот храм. Те наши прихожане, тот крестный ход, который сюда приходил, это не агрессивные люди. Это крестьяне, которые смиренно, кротко, 9 лет ждали места посредством храма. И у них тоже есть право, как у горожан, как у граждан России, как у верующих людей, получить это место для того, чтобы на свои деньги, не на бюджетное, построить эту святыню для всех. Спасибо большое, батюшка. Отец Михаил, Максим, простите меня, мы находимся в Екатеринбурге, будем оставаться на связи. Пока студия, вам слово. Спасибо большое, Серафим. Серафим сошли в центре Екатеринбурга, рассказывал нам о том, что сейчас происходит на месте возведения будущего кафедрального собора. Борис Игоревич, ну, в принципе, отец Максим рассказал все. Он абсолютно открыт, предельно ясно. Вот эта ситуация, которая сейчас развивается вокруг храма, какие выводы сейчас можно из нее сделать, как вам кажется? Ну, вывод первый. Обычно в таких случаях только терпение, спокойная разъяснительная работа, снятие первого стресса, ухода от какого-то конфликта – это выигрыш времени. Потому что время работает, конечно, не на противников строительства храма. Во-вторых, Екатеринбургская епархия специально подчеркивает, что никакого разжигания допустить нельзя. Это всегда была принципиальная позиция церкви. Дальше, если что-то было сделано не по закону, пожалуйста, жалуйтесь, можете что-то требовать, но этого уже нет. Дальше, деньги небюджетные, деньги частные и пожертвования. Ничего сделать как бы нельзя. Еще очень важно, мы видим типичный прием конфликта так называемого малого гражданского общества, которое считает, что только оно имеет право креативить, как жить другим. И так называемого большинства или большого гражданского общества. Хотя, что такое гражданское общество, так люди особо даже не понимают. Но, скажем так, русского молчаливого большинства, которое считает, что в городе, который носит имя Святой Екатерины, назван в ее честь, ну и частично, конечно, императрицей, построит себе главный собор города, собор во имя Святой Екатерины. Моли Бога о нас, о всех, и в том числе о жителях Екатеринбурга. Вот этого они не хотят допустить. Они не могут себе представить, что на живописнейшем берегу прекрасного Екатеринбурга, где вода, зелень, будет такая доминанта, которую мы видим за нашими спинами. Это же демонстрация той самой силы, которой он, о которой мы вначале говорили, и не любит, он ее боится. Здесь, ну, с одной стороны, мы таким высоким стилем говорим, но реально это то, что скрепляет нашу страну, то, что делает ее сильной, это вот та самая нравственная корня, это не сцепы и не скрепы, это корни, которые позволяют нам удерживаться, позволяют идти вперед и опереться на что-то. Они хотят выбить из нас почву, подсунуть нам ложные тезисы и абсолютно пустые мифы. Борис Игоревич, спасибо огромное. Тележурналист и наш коллега Борис Костенко был с нами сегодня в программе «Новый день». Возвращаемся в Екатеринбург. Там сегодня работает наш корреспондент Серафим Сашлеев. Мы уже связывались с ним в начале нашего эфира. Давайте попробуем сделать это еще раз. У Серафима появилась новая информация, новые собеседники. Серафим, тебе слово. Алена, здравствуй. Да, мы находимся у храма на крови, одного из символов города Екатеринбурга. И сейчас к нашему разговору присоединяется митрополит екатеринбургский, верхотурский Кирилл. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Владыка, вот мы сейчас с того берега, с этих событий вокруг храма, будущего храма великомученицы Екатерины. Вы только прилетели, насколько я знаю. Расскажите, что происходит? Ну, как, что происходит? Если говорить, так сказать, внешним образом, то происходит непослушание закону, беспорядки, которые связаны там с определенным видением ситуации, когда меньшинство не хочет принять мнение большинства. Это внешнее. Что касается, наверное, глубинных вопросов, это то, что происходит всегда у нас в жизни. То есть это борьба добра со злом, борьба со Христом, особенно в святые пасхальные дни. Поэтому это просто выплес такой энергии, которая сегодня, в данном случае, она связана с храмоборством. Владыка, а что вот люди, очень много молодежи, мы видели, они не понимают, что такое православие, что такое храм, который уже когда-то стоял в этом городе и очень много для него значило? Они живут в своем мире сегодня. Этот мир для них ограничен своими гаджетами очень часто. И то, что было там, не то, что там 100 лет назад или 300 лет назад, а то, что было даже некоторые там 10 лет назад или 15-20, это уже не очень сильно касается. Поэтому для нас сегодня такое вот время, оно, мы его переживаем, как вам сказать, практически постоянно, живя здесь. Потому что надо помнить о том, что это город большой трагедии, страшной трагедии, убийства царской семьи. Именно вот здесь, в нескольких шагах от там, где мы с вами находимся сейчас, убивали ведь не только царя, если уж говорить, или его, но и всю свою семью, включая детей. И эта кровь этого цареубийства, она каким-то особым образом лежит печатью, в том числе на этом городе. И мы пытаемся сделать так, чтобы из храма Долгофы, который здесь, в котором мы находимся, храма во имя святых царственных страстотерцев и мучеников всех русских святых, мы хотим построить храм Воскресения, чтобы это был взгляд на новый город и новую жизнь. Пройдет какое-то время, и что-то все не нужно, оно все отсеется. Я думаю, что все равно верю в это очень, и думаю, что все это успокоится, чуть погодят. Владыка, а что может сейчас помочь снизить вот этот накал страстей? Диалог может быть? Диалог есть, просто диалог это когда ты слушаешь мнение другого и выслушаешь его, а когда есть только одно мнение, а для них никакого диалога нет. Поэтому еще раз возвращаюсь к тому, что ситуация-то она такая, что мы все то, что нужно сделать для строительства храма, мы все прошли. Все собеседования, все прослушивания, все вообще совещания, которые нужны, все документы, включая суд, который на нас подали противники о том, что мы неправильно это делаем, но все равно все это было пройдено. Многие там кричат референдум, помогло бы это? В референдум, но мы же референдумом проводили уже, у нас был 20-тысячный крестный ход на Пасху. То есть здесь вопрос не в референдуме, а вопрос в нежелании. Если референдум будет, не такой будет результат, какой дальше, что будет? Мировая война. Поэтому здесь нужно просто сделать некую паузу. Нам, как православным верующим, нужно просто понимать, что мы живем в это время. И то, что происходит сегодня здесь у нас, оно практически может возникнуть в любом другом месте, потому что мы, в принципе, живем в одной стране. Но что, что сегодня делается, здесь нужно просто проявить мудрость, какое-то спокойствие, молитвенное спокойствие, помолиться за тех людей, которые неосознанно сюда пришли по чьим-то наветам или таким призывам. Ну и я думаю, что Господь все поможет нам уладить. Самая последняя, владыка, а в чем необходимость все-таки возведения этого храма, восстановления, возрождения того храма? Был много зла сделано, в том числе и здесь. И отчасти частично мы об этом сейчас вспомнили с вами. Вопрос в том, что город создавался, это историческое место, то есть вот этот центр города, это историческое место. И город создавался именно потому, что пришли строить сюда рабочие. И когда начали строить завод, то параллельно с этим построили храм Святой Екатерина. Мы очень хотим, чтобы эта историческая справедливость восторжествовала. Чтобы этот город, который носит имя Святой Великомученицы Екатерины, чтобы в этом городе, именно там, в этом историческом месте был храм Святой Екатерины. Пусть не совсем на том месте, в нескольких стах метрах от этого, но это все равно исторический центр для этого города. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы вот эта вот справедливость, которая должна быть в нашей жизни, и память о предках, ушедших, которые строили этот город. Потому что если из 300 лет, все-таки 200 лет было под знаменем православия, проходил этот город, должен иметь храм Святой Екатерины. Ведь наше дело, правое, Господь с нами, поэтому все будет хорошо. Спасибо большое, Владыка. С нами был митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Кирилл. Друзья, мы на связи из Екатеринбурга. Будем надеяться, что все вскоре изменится к лучшему.